Ярмарка вакансий такого широкого масштаба в республике проводится второй раз. Первый оригинальный этап всероссийской ярмарки трудоустройства прошел с 14 по 15 апреля. Особенность второго этапа в том, что в онлайн формате участвуют работодатели из других регионов – Красноярского, Алтайского краев. Государство дает очень много инструментов, возможностей в виде пособий, субсидий, но это только поддержка. А сегодня мы делаем шанс нашим жителям, нашим гражданам трудоустроиться и получить кроме пособий, кроме всего этого, и дополнительный заработок для достойной жизни. В ходе оригинального этапа в целом по республике было организовано 30 площадок по трудоустройству. Сегодня в рамках проведения всероссийского этапа таких площадок в Кызыле и районных центрах уже 75. В ярмарке участвуют более 30 работодателей. Представлено около полутора тысяч вакансий. Вся база информации находится на портале «Работа России», и каждый желающий может обратиться в центр занятости по всей республике Това, а в городе Кызыле по управлению по городу Кызылу и в управляющий центр республики Това, который находится на машзаводе по адресу Калинина 1Б. Сегодня соискатели ждали представителей учреждений образования и здравоохранения, правоохранительных органов, социальных служб. Инженеры, энергетики, представители рабочих профессий нужны почти всем ведущим предприятиям промышленности. Работа у нас в Тоджинском районе будет. График работы 20 дней. Работают здесь, отдыхают. Проживание там в жилом поселке, благоустроенное обширительное у нас есть. Все условия созданы для работников. Нам сейчас остро нужны энергетики. В компанию «Руссети Сибирь ТВ Энерго» на данный момент требуются электромонтеры. Электромонтеры разного профиля. Это распределительные сети, кабельные линии, высоковольтные линии. Требования изначально это средне-специальное образование по направлению электроэнергетика. К нам можно прийти даже без опыта, то есть с учебной скамьи. У нас есть опытные специалисты, которые всегда помогут молодым людям получить опыт, получить знания. У нас почти во всех школах нужны специалисты, педагогический состав, юристы, кадровики, секретари, электрики, дворники, разнорабочие, уборщицы. Вакансий очень много. Всего у нас 35 садов, 16 школ и один центр дополнительного образования. У нас на сегодняшний день даже 165 вакансий. К августу их будет больше, потому что в августе у нас ожидаема всегда миграция педагогов из района в район. Возле Дворца молодежи сегодня работал и пункт отбора на контрактную службу в вооруженных силах России. Предложения актуальны для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, пребывающих в запасе, ограниченных годных категории В, а также лиц, имеющих погашенную судимость. При заключении контракта выплачивается от года и более 195 тысяч по указу президента номером 787. Также на войсковые части есть выплата от нашего региона плюс 100 тысяч могут заключить контракт. То есть при заключении когда получили. Контракт может быть заключен на год, на два, три, пять, десять и до предельного возраста может заключить контракт. В рамках первого этапа, который прошел в апреле, было трудоустроено около 300 жителей республики. Итоги всероссийского этапа будут подведены через неделю, после прохождения собеседования с работодателями. Мадр Сандан, Шадлан Мангуш, Азамат Ачур, Тува-24.